Всем привет, братва! Вы на канале Lumumba Lumumba, с вами Владос, в эфире рубрика «Могучие пушки». Сегодня я для вас решил выкатить лучшую сборку на пистолет-пулемет GKS. Я считаю, что это один из самых лучших пистолетов-пулеметов в игре Call of Duty Mobile. Это сугубо мое личное мнение, потому что я бегал с разными пистолетами-пулеметами. И для себя я сделал вывод, что это для меня один из самых таких интересных и кайфовых, с которым реально можно нагибать рейтинги, можно разваливать кабины и кабинеты всем своим соперникам. В общем, кайфово проводить время, как мы с вами это и любим. Сегодня я вам покажу лучшую сборку в своем арсенале, с которой я постоянно бегаю. Все по традиции, как всегда. Я вам покажу сразу все модули, которые я установил. Объясняю, рассказываю, почему я именно их поставил, для чего они нужны. А потом пойдем, катанем парочку легких каточек. Я вам покажу, на что способен данный пистолет-пулемет. Ребят, устраиваемся поудобнее. Видос, как всегда, будет кайфовым. От вас я жду лайки и обратную связь в комментариях, если вы заюзали данную сборку, как она вам, как она себя ведет и что можно было внести в плане улучшений в данную сборку. Для меня эта сборка считается идеальной. Я реально ее долго тестил. И я пришел вот к такому мнению, что вот эта сборка для этой пушки одна из самых интересных для сетевой игры. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видосу и пишите в комментариях, какую вы хотите увидеть пушку в следующем видосе рубрики «Могучие пушки». Погнали смотреть крутой видос. Очередной выпуск «Могучие пушки» не застал себя долго ждать. Сегодня я вам покажу лучшую сборку на пистолет-пулемет GKS. Но прежде чем мы приступим к лучшей сборке, я вам расскажу маленький лайфхак, который я заюзал в игре Call of Duty Mobile. Многие, наверное, об этом знают, но я все же напомню для тех ребят, которые не в курсе. Я себе недавно приобрел в этой игре боевой пропуск за символические деньги. Он обошелся мне всего лишь 3 доллара. Смысл лайфхака в чем? Что, покупая боевой пропуск за 3 доллара, эта акция выпадает за где-то 2 недели до окончания боевого пропуска. Купив раз боевой пропуск за 3 доллара, если вы откроете всю линейку из 50 наград в боевом пропуске, как я это сделал, то вам из этих наград выпадет нужное количество цепишек на новый боевой пропуск. То есть, понимаете, к чему я клоню? Покупая боевой пропуск по хорошей скидке за 3 доллара, вы покупаете себе на постоянной основе боевой пропуск, новый, который будет в игре Call of Duty Mobile. Когда он будет выходить, вы можете со старту покупать, получать крутые скины, получать крутые награды. Так что, ребят, лайфхак годный. Обязательно его юзайте. Я купил себе боевой пропуск и ни капли об этом не жалею. Вам я это тоже рекомендую сделать, потому что у вас всегда будут при себе крутые награды и крутые скины. Итак, возвращаемся к нашей сборке. Кстати, ребят, кому понравится лайфхак, ставьте, пожалуйста, пальчик вверх и подписывайтесь на канал и пишите об этом в комментариях. А мы переходим к нашему сегодняшнему герою пистолет-пулемет GKS. Смотрим сразу же на характеристики. Итак, смотрим стандартное орудие. Вот такие вот характеристики были без обвесов у стандартного пулемета GKS. Урон 43 единицы, точность 62 единицы, дистанция 50, темп стрельбы 60, подвижность 72 и контроль 59. Теперь посмотрим, что же сделал я и какие параметры я улучшил. Итак, урон остается прежним. У нас точность вырастает с 62 единиц до 80. Дистанцию мы увеличим с 50 до 58. Подвижность мы немножко режем. У нас было 72. В данный момент 66. Но эта жертва очень оправдана. Так как GKS сам по себе довольно-таки резвая пушка. И то, что мы очепнули немножко подвижности, особо роли на оружие не влияет. Он как был быстрым в плане стрельба-прицел, в плане бега, в плане смены магазина, он так и остался. Особо я дискомфорта не почувствовал. Но при этом пожертвуя подвижностью мы увеличили другие характеристики, которые намного эффективнее и намного лучше влияют в боях на этой пушке. Что касается контроля. У нас контроль был 59. В данный момент у нас контроль 70 единиц. То есть пушка себя ведет настолько обалденно. Вы сейчас это все посмотрите. Я вам сейчас расскажу, что по модулям я поставил. И потом мы пойдем ее тестить. Итак, какие модули я поставил? Дула я не трогал. Я поставил в первую очередь ствол. Ствол у меня установлен меткий стрелок QVC, который нам дает точность разброса пуль в режиме прицеливания, дистанцию поражения и устойчивость к горизонтальной отдаче. При этом мы немножко минусуем скорость перемещения и скорость прицеливания. Ну помните, да, то, что я вам рассказал по подвижности. То, что это и так очень крутая и подвижная пушка. Поэтому вот эти минуса особо на нее не повлияют. Вот такой я ствол поставил в первую очередь. Итак, оптику мы не трогаем. Я в основном бегаю на мушке и вам рекомендую это делать. Если вы привыкнете к мушке, то когда вам придется бегать с каллиматором, если же придется, то он будет еще легче, потому что вы уже привыкли даже к мушке на этой пушке. Я оптику только ставлю, я уже вам говорил, на обычные пулеметы полноценные. Почему я это делаю, я вам расскажу в следующих видосах, потому что впереди у нас еще ждет сборки на полноценные пулеметы. Приклад. Приклад я тоже не трогал. Как это удивительно не звучит, но вот этого стандартного приклада этой пушки предостаточно. переходим к лазеру. Лазер я установил тактический лазерный прицел к ЮВЦ, который нам дает скорость прицеливания и точность разброса пуль в режиме прицеливания. То есть на стволе мы минусанули скорость прицеливания, на лазере мы его добавили и при этом дали точность разброса пуль в режиме прицеливания. Это очень хороший параметр и вот это очень сказывается когда вы выходите в упор с каким-то врагом. это я вам сейчас тоже покажу. Реально я тоже довольно-таки долго тестил эту пушку тоже перебирал большое количество модулей как же оно работает и я не мог дойти до консенсуса в плане того, чтобы она была быстрая и она была очень точная и она могла снимать. Мне никак не приходило в голову как же сделать так чтобы она наносила нормальный урон. Чтобы она не высаживала рожок и потом только убивала врага. Потому что когда ты выходишь против чувака у которого штурмовая винтовка и когда ты не настроишь эту пушку правильно шансов погибнуть у тебя очень-очень много. Поэтому я сделал аспект и упор именно на точность разброса пуль в режиме прицеливания. Так переходим к следующему модулю третьему модулю он называется подствольная планка. Подствольную планку я поставил ударная передняя рукоятка которая нам дает контроль вертикальная дача и также нам дает точность разброса пуль в режиме прицеливания. То есть как я вам говорил ранее я делаю аспект и упор именно на точность разброса пуль чтобы когда мы прицелились и выпустили врага нужное количество пуль они попадали именно в нужное место. Вот это будет работать великолепно повторюсь я уже протестил поэтому оно того стоит. И переходим к следующему модулю четвертому модулю который называется боезапас боезапас я в основном на своих сборках особо не трогаю потому что мне хватает именно того количества патрона которое находится непосредственно в магазине у стромовой винтовки либо у пистолета пулемета но здесь есть небольшая особенность когда мы устанавливаем именно быстрый магазин на 32 патрона нам дается помимо емкости магазина нас еще увеличится скорость перезарядки и вот здесь как раз тот показатель подвижности которым мы порезали ранее компенсируется вот этим боезапасом помимо того что у нас увеличивается количество патронов мы еще и делаем быстрый перезарядки которая нас очень спасает когда мы сражаемся в сетевой игре поэтому я поставил вот такой магазин на 4 модуль своей сборки и финальный 5 модуль который я установил на джек с это задняя рукоятка которая нам дает правильно точность разброса пуль в режиме прицеливания здесь упор очень сделан большой на точность разброса пуль при вот этом упоре именно на этот показатель я достиг просто идеальную для себя повторюсь для себя сборку на эту пушку на этот пистолет пулемет джек поверьте добавьте вот эту пушку себе в чертеж вот эту сборку и вы поймете как джек сможет себя показывать в боях реально она мне импонирует я считаю в данный момент пока еще не добрался до других пистолетов пулеметов что это одна из самых интересных и лучших пушек в игре Call of Duty Mobile в категории пистолет пулемет по крайней мере для меня так точно вот такие модули я поставил непосредственно на джек ребят заскриньте сохраните себе и соберите себе такую пушку я вас уверяю она вам очень понравится а если кто уже сделал такую сборку протестил скажите мне пожалуйста обратную связь напишите об этом в комментарии и напишите в комментариях какую вы хотите следующую пушку увидеть в рубрике могучие пушки чтоб я собрал лучшие модули и выкатил их для вас то есть то что я хочу сказать ребят вот эта пушка очень актуальна когда вы выходите в упор за счет того что мы прокачали один из таких главных пунктов который называется точность разброса пуль в режиме прицеливания вот этот показатель нам дает возможность выходя один на один с чуваками разваливать им кабины оп хорош вот таким вот образом то есть точность разброса пуль именно делает классную и точную стрельбу и за счет этого мы забираем чувака даже с пистолета пулемета и можем даже быстрее его забрать чем штурмовая винтовка куда пошел не успел забрать его так боты бегают так есть такое дело есть такое дело хэдшотик сделали так есть еще один вот вот так собачий этот просто нереальный пистолет пулемет так никого не забрал а как так я думал там хоть зацепится как так ищем ищем наших врагов нам не закончились патроны ладно перезаряжаемся катим дальше ну видите сами чуваки то что реально пушка классная и достойная реально она неплохо нагибает реально помогает крошить эх забрал меня сбоку вот гад такой крошить бошки непосредственно потому что точность разброса пуль у него классная и вот смотрите раз один на один и мы чувака забираем с легкостью ее практически не подкидывают здесь отдачи практически нет потому что во первых это пистолет-пулемет во вторых это точный пистолет-пулемет и за счет этого мы контролить его можем очень легко и у нас еще и пункт контроля выкачан на максимум то есть вы понимаете глобальное преимущество этой пушки и перезаряжалка здесь идет очень быстро то есть перекидывает он магазин вообще моментально и круто так дальняк у него тоже хороший и пристрелье на дальнее расстояние ее очень легко контролить то есть ее практически не подкидывают вот в чем прелесть джкс пушка нереально крутая ребят возьмите на вооружение потесите хотя бы ну против снайпы особо не пойдешь даже с ботом так второе место ага 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 ну все неплохо мы кило настреляли уже хорошо так дальше сейчас еще сейчас еще пару боев проведем чтобы вы просмотрели получше как она себя ведет в сражениях как она нагибает врагов как она разваливает бошки но я вам скажу так колоссальный плюс она получила в контроле колоссальный плюс она просто получила в точности ее не подкидывают она просто идеальна если брать точную стрельбу в плане прицела но я вам скажу так что можно его особо не ставить потому что реально к этой мушке можно легко привыкнуть и нагибать вообще спокойно ваших врагов итак погнали очередное сражение сейчас же вам покажу все таки до конца как же она может нагибать есть такое дело я увидел где-то здесь был чувачочек есть забрал магазин перекидывает быстро то есть модуль работает хорошо в плане того что боезапас который дает нормальное количество патронов плюс реально есть большая скорость перезарядки так забрали еще одного чтобы катать в рейтинге к ней нужно подпровыкнуть ну потому что у вас всегда когда идет смена оружия нужно к новому оружию подпровыкнуть к скорости прицеливания к мушке привыкнуть непосредственно к самому прицелу если у вас стоит прицел непосредственно на ружье поэтому когда вы подпровыкнете чтобы катать в рейтинговых боях там например покатайте в обычных боях вы там тоже будете нагибать любого абсолютно так там мы ищем наших врагов опа и дальняк забрал тоже и еще раз забрал ох и сбоку меня тоже забрали так погнали дальше выпустим дрончиком попытаемся взять мвп ух эй вышли двое ну ничего страшного погнали погнали даже от бедра может легко забирать а красотища просто так и есть эх снайпа меня забрала снайпа меня забрала так нельзя терять первое место где-то там был гад но всплыв так ага там могут быть и снайпера пытаемся уворачиваться проходить пробежали все хорошо эх кто-то настрелял меня гад где-то залип а так ищем ищем перекидываемся сразу пока есть возможность забрал так и кстати скорость бега у него очень хорошая у него осталось все нормально так от бедра забрали его быстренько так есть такое дело есть еще один есть еще один нормально нормально мы их забираем ух и вот еще один рядом стоял не успел я тебя забрать чувачечек мой так первое место мы забираем как бы еще с врагами поступать конечно же мы заберем их мы просто их заберем хоть это и боты но все равно как-то душу греет и немножечко приятно и так финальную каточку я вам предлагаю парни сейчас скатать и потом подведем итоги что же мы получили с данной сборки в пистолете-пулемете джекэс так заряжаем следующую битву сейчас еще кого-то нахлобучим давненько я в этой карте не сражался это карта корабль убийство подтверждено режимчик сейчас мы там сразимся посмотрим что нам здесь покажет данный бой но я думаю мы выиграем по-любому потому что все-таки это боты ну чтобы уже наглядно реально видели что здесь и как происходит кто куда полетят есть забрали есть такое дело забрали жетоны не забираем подбирать есть такое дело так ищем ищем ох расстреляло меня как в упор умничка но ничего погнали дальше так где-то там завеялся эх залег там смотри а я не знаю что боты умеют ложиться или это не бот вообще лежа забрал еще один на подкате подъехал и эту забираем сразу же не забываем собирать жетоны потому что ой-ой-ой-ой там прям какая-то битва пошла и бойня какие-то выстрелы взрывы непонятные так что-то попробую кого-то есть тут кто-то линит ладно вот так пульнем на мая опа ах ты отбедился так забрал мне ладно продолжаем дальше так так чук 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 ребята где вы где вы дайте мне вас найти сейчас только так есть такое дело забираем и меня сразу забирают ну ничего осталось чуть-чуть и мы забираем эту катку и все у нас будет порядочке так ложится прям смотри может они бот единственный кто не бот так а может и нет опа сзади забрали так наши жетоны тоже не забываем подбирать наших ребят так возьмем воробушка есть такое дело ай хорош наделали киллов так погнали 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 ребят где же вы делись нужно вас нахлобучий под ногами здесь валяюсь короче лежа смотри даже никто не может забрать а забрали все-таки коти валялся лежа но забрали все-таки так где же вы так упор заложил вопрос так 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 есть забрал и меня забрали с машины смерти эх так полетели дальше ну где же вы вражины 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 хочу кого-то за натомет забрать нет не получилось жаль нет это по-любому не бот бот вряд ли будет ложиться я уверен что он не будет ложиться ну по крайней мере я не видел реально пару человек не ботов катает когда странно есть такой дел есть такое дело забираем жетоны забираем жетоны меня не уйдешь есть и мы выиграли этот поединок все великолепно вот так вот ребят себя и ведет дкс непосредственно в сражениях добавьте ее себе в чертежи и вы посмотрите насколько она умеет круто нагибать в боях потестить ее в рейтинговых боях я ее не стал тестить в рейтинговых боях дабы не отнимать рейтинг потому что все равно после какой-либо пушки к новой пушке нужно привыкать а рейтинг я себе сейчас по очкам минусовать особо не хочу поэтому я вам показал что она умеет в обычных боях если вам понравилась данная пушка ну вот такой получился у меня пистолет пулемет джек с реально хорошая классная пушка мне она очень нравится от вас я жду обратную связь соберите себе ее добавьте чертеж потестите и напишите в комментариях как она вам помогает нагибать в рейтинге либо нет ну а с вами был Владос канал лумумба румумба всех обнял приподнял до встречи в следующих видосах пока не забываем подписываться на канал и ставить лайкосы крутым видосам на моем канале до новых встреч